МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТОЧКА НЬЮЗ Всем привет! Мы снова вместе. Вместе, куда слетаются все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса. Точки зрения бывают разные, но ваше зрение направлено на точку ньюз. С вами я, Константин Тарасин. Поехали. ТОЧКА НЬЮЗ В минувшие выходные ученики разделились на два лагеря. Одни пошли на линейку, а другие на оп-н-эр жары в Останкино. Мы понимаем, что деньги школьникам еще пригодятся, поэтому и отбирать обеды у них не стали, и закатили концерт абсолютно бесплатно. Да, такой жары Останкинская телебашня не выдает в эфир даже по выходным. И пусть лето уже кануло в лету, раздать очередную порцию тепла нам нетрудно. Десятки лучших артистов и атмосфера настоящего праздника. Все в лучших традициях жары. Каких-то артистов мы вытащили прямо со школьных линеек, а кого-то выдернули из собственных воспоминаний. У меня очень хорошо получались замены и строки в пятерку в журнале. Сегодня 1 сентября и 1 сентября в России. Мы переехали жить в Москву. И сегодня для моей дочки в среде глаз первая линейка в первый раз. Я был таким раздолбаем всегда, но всегда очень хорошо почему-то учился. Мне как-то учеба была всегда очень легко давалась. Ну а вообще не все артисты были плохишами в школе. А те, кто все-таки прогуливал, теперь пытаются наверстать упущенное. Я постоянно беру экскурсии с экскурсоводами. Восполняю, напитываюсь. Дело в том, что история человечества настолько громадная, что можно всю жизнь изучать и не изучить. У нас есть возможность наверстать, мы путешествуем. Что касается чтения, много было упущено. Из того, что в обязательном порядке надо было читать, я не читал. Естественно, я это перечитал потом позже. Но могу сказать, что надо относиться к учебе более ответственно, потому что те знания, все тратишь время на эту школу, так лучше эти знания впитать, чем прогулять и заниматься глупостями. Не обошлось в этот день и без нововведений. Я считаю, что то знание, которое действительно полезно и нужно детям, и вообще каждому человеку, это самоопознание. То, что позволяет себя узнать. Это медитации, это дыхательные практики. И пусть артисты люди творческие настолько, что порой добиваются высот, даже не имея высшего образования, а у некоторых все еще впереди. По сути, я вот только учусь, и тут я переезжаю в Москву, и для меня уже какие-то возможности открываются. Это классно. Так получилось, что у меня нет законченного высшего образования, но тем не менее я просто приехал из Киева в Москву 15 лет назад. И так получилось, что я сам начал образовываться и читать много литературы по своей специальности. И узнал гораздо больше, чем мог бы наверняка узнать, если бы я учился. Но получить образование – это еще не значит устроиться на работу. И даже звезды сталкивались с этой проблемой. Поэтому, если вам это только предстоит, то вот вам лайфхаки, как обаять работодателя. Я актриса и закончила актерский факультет, но у меня была какая-то такая ситуация в жизни, когда мне нужно было работать, в принципе, да, а из театра я вроде как-то ушла и еще не поняла, что делать дальше. И я пошла в издательский дом. Представьте себе, совершенно без опыта работы. И сказала, я пришла к директору, и сказала, вы знаете, у меня нет опыта работы, я не совсем вообще понимаю, что здесь происходит, но я хотела бы работать, я могу работать. И я считаю, что у меня с головой все в порядке, и меня взяли. Я считаю, что надо пытаться, пытаться, пытаться. Яркий пример, например, мое появление в шоу-бизнесе. Я тоже, знаете, долго очень стучалась, стучалась, мне говорили, что нет практики и всего остального. Но каким-то образом я здесь оказалась, я пою на этом прекрасном концерте, на прекрасном телеканале «Жара», и, собственно, я считаю, что упорство. Вы человек, который в первую очередь со мной будет разговаривать о зарплате, я даже с ним разговаривать не буду. Ну, не из-за того, что мне жалко, я вижу, что он пришел зарабатывать бабки. Это неправильно. Деньги должны быть, но они должны быть на втором, а даже, может быть, на третьем. Точка. Ньюс. Свадьба, о которой говорят не меньше, чем о торжестве принца Гарри и Меган Маркл. Модный блогер номер один в мире Кьяра Ферраньи 1 сентября вышла замуж за итальянского рэпера Федерико Лючье. Большую итальянскую свадьбу сыграли по-модному, а разве может быть иначе у главного инфлюенсера года по версии Vogue? Гостей доставляли специальным бортом из Милана в сицилийский город Нота, а гуляли несколько дней. Во время самой церемонии Кьяра была одета в белоснежное платье от Диор Кутюр. Его созданием лично руководила директор модного дома Мария Грация Кьюри. Второе платье также было сделано Диор по специальному заказу Кьяры. Юбка была расшита цитатами из песни ее избранника, которую он исполнил в тот день, когда сделал ей предложение руки и сердца. Закончился праздник концертом супруга, катанием на карусели и салютом. Кстати, пятимесячный сынишка пары тоже присутствовал на празднике. А вывод из всего этого только один. Самые модные девчонки в мире сейчас выбирают рэпер. Лето закончилось, звезды вернулись из отпусков загорелые, отдохнувшие и очень голодные. У них же был длинный марафон под названием «Ярдиеть». А теперь он завершился. Потому можно без зазрения совести заглядывать на банкеты в самые вкусные рестораны столицы. В минувшее воскресенье мы многих встретили на открытии турецкого ресторана. Наверное, нет таких людей, что не бывали хоть раз в Турции. И если вдруг соскучились по восточному колориту, можно прийти в турецкий ресторан. Правда, all-inclusive там не будет. Но без танцев живота не обойтись. Сами хоть раз пробовали для мужчин танцевать танец живота? Да, я пробовала. Я даже одно время ходила на такой класс в Oriental. Но я была неусердной ученицей. Все-все забыла. Тем более, сейчас мне танец живота сегодня точно не актуален. Как ни странно, хоть я и женщина, классический красивый танец живота – это очень красиво. Это очень женственно. И не нужны кубики на прессе. Кстати, звездным красоткам было совсем не обязательно танцевать, чтобы сразить присутствующих восточных мужчин на повал. А вот побояться излишнего внимания от них стоило. Вы знаете, может быть, я для этого и пришла сюда одна, чтобы увиделись много красивых восточных мужчин. Я не боюсь красивых восточных мужчин. Зачем я боюсь? Мужчины очень галантно ко мне относятся, очень аккуратно. И на самом деле я не помню, чтобы кто-то позволил себе что-то лишнее в мою сторону. Видимо, знают, что ко мне подход должен быть очень аккуратным. Точка. Ньюс. Ну вот и все. Это были все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса. Хотите добавки? Тогда смотрите нас каждый день и находите в социальных сетях. С вами был я, Константин Тарасюк. И помните, со мной шоу-бизнес куда интереснее. Точка. Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова